Гала-концерт студенческой весны. Сколько сил и нервов уже потрачено участниками, но еще больше адреналина в крови молодежи сегодня. На сцене самые-самые. Те, чей талант уже покорил жюри. И теперь финальный аккорд. Сегодня решится судьба путевок на Всероссийский студенческий фестиваль. И дерзали в этот день все. 20 номеров, 5 номинаций, музыкальное направление, танцы, театральное мастерство, оригинальный жанр и журналистика. Жюри провело глобальнейшую, гигантскую работу. Было очень тяжело, очень долго спорили, много. Талантливая молодежь. Очень рада, что она есть, что дети к чему-то стремятся. Им интересно по-прежнему петь песни, танцевать танцы, независимо от их колоссальной загруженности на учебе. Это, по-моему, здорово. Проза, песни эстрадные и лиричные, танцевальные постановки. В преддверии празднования Дня Победы некоторые студенты красной нитью пустили в своих номерах именно военную тему и не прогадали. Аплодисменты зрителей тому подтверждение. Не дожидаясь окончания номера, зал одобрительно приветствует артистов. Были и такие, кто сделал ставку на ультрасовременное направление. К примеру, танец студентов Института сервиса. Настолько поразил публику, что за их выступлением зал и жюри наблюдали в полной тишине. Это действует на подсознание человека. Вы же заметили, что у нас нет драматургии. Вызывает эмоции какие-либо. Да, мы пытаемся вызвать любых эмоций, чтобы это было изнутри, из них шло. А какой реакции ожидаете от зала? Вот как должен себя повести зритель, чтобы вы поняли, что у вас все получилось? Не знаю. Не знаю. Улыбаться и хлопать. Больше трех часов студенты демонстрировали свой талант. Покоряли арбитров и зрителей. Кому-то это удалось чуть меньше, кому-то чуть больше. Вот их имена и объявили в завершении гала-концерта. Среди лауреатов первой степени и Альвина Степанченко. Ее голос признан самым звонким. Занималась любимым делом и все. Получала от этого колоссальное удовольствие. Постаралась подарить положительные эмоции публике. Не только с золотыми студенческими голосами нам удалось записать интервью. Своими эмоциями с нами поделились братья Симоняны. Их цирковое дело также не оставило равнодушным жюри. Мы вот упорно занимались. Ну как долго. Недели две каждый день занимались. Занимались. День, ночь. Костюмы, музыка. Постановка новая была. Постановка, да. Ну и в принципе мы довольны. Финалисты регионального фестиваля теперь дружной командой едут в Тольятти. Делегация Атомской области выступит на 22-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» с 15 по 19 мая. Мы желаем нашим молодым талантам успеха.